Зачем Европа идет на переговоры с режимом? Отправят ли белорусских призывников воевать в случае обострения военного конфликта? Миграционный кризис закончился или стоит ждать продолжения? Это народ спросит. Вы задаете интересующие вас вопросы, мы их адресуем нашим экспертам и вместе получаем подробные ответы. Обо всех волнующих вас темах пишите в комментариях. В конце января Швейцария решила направить своего посла в Беларусь. Госпожа посол Кристин Хонегер-Золотухин собиралась вручить верительные грамоты диктатору, но благодаря давлению диаспор демократических сил вручение пока не состоялось. Самолюбие Лукашенко очень тешит тот факт, что еще кто-то пытается с ним разговаривать. Но являются ли подобные ситуации, которые вызывают справедливое возмущение белорусов предложением диалога? Или причиной такого решения в данном случае было желание помочь политзаключенной гражданке Швейцарии Натали Херше, приговоренной так называемым судом на два с половиной года лишения свободы? 31 января стало известно, что руководство Ryanair призвало режим предоставить гарантии, что инцидент с принудительной посадкой самолета в мае 2021 года не повторится. И снова мы видим, как Евросоюз пытается делать первый шаг в стабилизации ситуации. Но любой диалог с режимом — это демонстрация его признания. Так зачем Европа идет на переговоры с нелегитимной властью? Задает резонный вопрос Александр из Добруша. Если говорить о возможном вручении швейцарским послом верительных грамот в Беларуси, то важно понимать, что Швейцария все-таки не является частью Европейского Союза. Эта страна уже много столетий поддерживает статус нейтральный. И это такая довольно выразительная позиция и уникальная позиция в мире. Поэтому это еще и сочетается с тем, что гражданка Швейцарии Натали Херши находится сейчас в белорусской тюрьме. Она имеет двойное гражданство, белорусско-швейцарское. И для Швейцарии очень важно добиться освобождения Натали Херши. То есть мы понимаем, что здесь есть и гуманитарный аспект в этом решении. Но самое важное для нас понять надо, что вручение верительных грамот швейцарским послом не означает того, что Европейский Союз, Западная Европа, вообще и Северная Америка, Великобритания признают или готовы даже обдумывать, рассматривать признание Лукашенко. Наоборот, все то, что происходит в Беларуси за последний год, только подчеркивает, что Лукашенко совершенно оторвался от интересов людей, от интересов страны и преследует исключительно свои интересы. Я могу перечислить те моменты, которые все больше убеждают мир в том, что Лукашенко не просто угроза белорусам, но угроза еще и международному миру и безопасности. Это и захват самолета Ryanair для того, чтобы арестовать журналиста. Это и создание миграционного кризиса на границе с Европейским Союзом, чтобы наказать Польшу и Литву за их активную поддержку белорусов. Это и военная интервенция во внутренний политический кризис в Казахстане. Сейчас Лукашенко позволяет России накапливать вооруженные силы на нашей территории для того, чтобы угрожать Украине. Мы еще обращаем внимание на то, что Лукашенко в проекте Конституции, который будет выноситься на незаконный референдум, убрал положение, которое гарантирует безъядерный статус нашей страны и которое гарантирует нейтральный статус Беларуси в международных отношениях. Все это в сумме показывает, что Лукашенко становится действительно серьезной проблемой для международного сообщества. Никто в своем здравом уме не будет сейчас рассматривать даже возможность того, чтобы признать Лукашенко или нормализовать отношения с ним. Безусловно, мы будем уделять этому повышенное внимание. Нелегитимность Лукашенко и его непризнание внутреннее и международное для нас является абсолютным приоритетом. Поэтому это та тема, которую мы постоянно поднимаем на встречах и с дипломатами, и с экспертами, и с политиками самого высокого ранга. Можно быть уверенным в том, что Лукашенко будет пробовать набирать новых заложников и пробовать ими торговать. Это то, что он делал все 27 лет правления, и это то, что он делает сейчас. У него это впервые, пожалуй, получается гораздо хуже, чем раньше, потому что никто не хочет опять вовлекаться в эту торговлю. Поэтому результаты этого торга, они довольно скромные. Еще надо будет посмотреть, что произойдет после того, как будут вручены верительные грамоты и на самом деле получит ли освобождение Натали Херши, которая находится в весьма и весьма сложных условиях в тюрьме. И мы недавно слышали о том, что она объявляла голодовку. Но мы со своей стороны, в офисе Светланы Тихановской, демократические силы, вообще мы эту тему постоянно держим в поле зрения. Мы настаиваем на том, что эта позиция должна оставаться неизменной, что эта позиция должна оставаться консолидированной и последовательной. Никакого признания Лукашенко нет и быть не может. Что касается заявления главы Ryanair о том, что он ждал бы гарантии от белорусского режима о безопасности пролетов на территории Беларуси, то это, конечно, можно трактовать по-разному. Но, например, то, что под честное слово, Ryanair или любые другие западные авиакомпании начнут полеты в Беларусь. Но я уверен, что ни одна западная авиакомпания или вообще авиакомпания не будет удовлетворена просто устными заверениями в том, что все будет хорошо. Если говорить о гарантиях, то, конечно, это должны быть какие-то существенные изменения в процедурах, больше прозрачности, гарантии того, что никто не будет вмешиваться в работу авиадиспетчеров, что КГБ не будет стоять и надиктовывать диспетчеру, что нужно сказать пилотам, какую-то передать информацию. То есть эти изменения должны быть законодательные, институциональные, кадровые. И самое главное, что в стране должно прекратиться беззаконие и должно воцариться верховенство права. Это то, что невозможно. При Лукашенко я уверен, что любая авиакомпания, как и любой здравомыслящий бизнес международный, будут обращать внимание на эти моменты. Совместные военные учения с боевым, но слегка комичным названием «союзная решимость» переходят в активную фазу. На территорию нашей страны стянуто огромное количество российского военного контингента, большая часть которого расположилась вдоль украинских границ. Геополитические манипуляции Кремля, его имперские амбиции и ненависть к Украине, готовность вассала Лукашенко почти во всем подчиняться своему сюзерену Путину предполагают возникновение военного конфликта, возможность которого, кажется, поверили уже все. Отправят ли наших призывников воевать на стороне Российской Федерации в случае обострения конфликта? И как военнообязанным белорусам избежать участия в бессмысленной, но возможной войне? Спрашивает нас Игорь Изберезино. В Беларуси ситуация с правом сейчас. Уже можно сказать, что работают законы военного времени. И в таких условиях, если ты военнообязанный и подпадаешь под критерии, то вариантов всего два. Либо соглашаться, идти, одевать форму, брать автомат, руки в надежде, что не придется его применять, либо не делать этого. И тогда, соответственно, подпадаешь под риск попасть в тюрьму. Ну, соответственно, если идешь в армию, то опять же есть несколько вариантов. То есть не выполнять преступных приказов, саботировать их, пытаться, возможно, получить какую-то цельную информацию для Беларуси и передать ее. И если кто-то чувствует себя способным на это, это прекрасно. Но я бы, например, если бы это был я, я бы не одевал форму и не шел бы в структуру, где хотя бы теоретически есть возможность, что меня заставят применять оружие против кого? Против украинцев или, может быть, против самих белорусов. Я бы этого не хотел. Ну и, соответственно, если избегать этого, ну, надо понимать, что нужно либо тогда скрываться внутри страны, что маловероятно, учитывая там размеры нашей страны, либо выезжать из страны. Это сложно, дорого, трудно, но из всех способов это наиболее безопасно. Если взять в целом, то может быть несколько способов сопротивления. То есть покинуть страну и там бороться. Например, так делают медиа, так делают киберпартизаны. Естественно, для них это единственный возможный способ борьбы делать это за пределами Беларуси. Бороться внутри страны, помогать политзаключенным, носить передачи, делать миллион мелких важных вещей, которые люди делают. Получать инсайдерскую информацию, передавать их. Соответственно, есть еще, конечно, некоторые структуры, которые озвучивают возможность насильственного сопротивления. Но пока результатов от действия этих структур я не вижу. Но, с другой стороны, несмотря на всю критику, ненасильственное сопротивление на сегодняшний день поставило этот режим в самую неустойчивую точку за всю историю его существования. Соответственно, из всех вот этих способов, хуже всего способ, мне кажется, это добровольно сесть в тюрьму. Потому что, как говорил недавно глава один из благотворительных фондов, когда вы садитесь в тюрьму, вы в том числе увеличиваете нагрузку на людей, которые помогают вам, которые помогают содержать вашу семью, в том числе и вас. И если есть возможность этого избежать, то лучше этого избежать. Лучше стремиться приносить пользу на свободе. По данным на январе этого года, в пункте временного размещения мигрантов логистического центра Брузги находилось около 600 человек. Пик миграционного кризиса пройден, но периодически малочисленные группы мигрантов безуспешно штурмуют белорусско-польскую границу. Режим позорно проиграл в этом противостоянии с Европой. Но одна из уникальных особенностей экс-чиновника Лукашенко состоит в том, что он зачастую не способен извлекать уроки из своих многочисленных ошибок и поражений и любит наступать на одни и те же грабли по нескольку раз. Белорусская диктатура крайне мстительна, терять ей нечего, да и весна уже близко. Закончился ли миграционный кризис или с приходом теплой погоды нам стоит ждать продолжения, интересуется Оксана Изминская. Закончилась острая фаза миграционного кризиса и закончилась она на самом деле в тот момент, когда поляки пригрозили перекрыть транзит белорусских всех товаров через Польшу и обострение на границе с Польшей остановилось. В этот момент стало понятно, что установился некий баланс. Да, Беларусь может создавать проблемы с соседним странам, но не способна всерьез их продавить. Фактор внезапности, скажем, днем все больше переставал работать. Не удалось серьезно расколоть позиции Варшавы, Бильнюса, Брюсселя и остальной Европы. Поэтому миграционным кризисом Беларусь добилась в конечном счете только новых санкций для режима Лукашенко. Из каких-то серьезных уступок можно вспомнить разве что телефонные разговоры Лукашенко с Меркель. Но, как мы видим, никаких стратегических уступок на европейском направлении. Эти разговоры, в общем, тоже не принесли. Только разрешение, выполняя конкретно миграционного кризиса. Поэтому весь смысл в нынешнем виде миграционного кризиса, конечно, закончился. Какие будут продолжения? Я думаю, во-первых, возможны продолжения с точки зрения режима. Когда режим Лукашенко будет смотреть на то, что такой шантаж пограничный для Европы – это возможное направление работы. И я бы здесь ожидал шантажа контрабандой не людей, но контрабандой, например, оружия или наркотиков. То, о чем Лукашенко неоднократно заявлял, что мы можем перестать этому мешать. Ну, а, как показал миграционный кризис, белорусские власти, по сути, научились устраиваться в цепочки международной и трансграничной преступности. Как бы ужасно это ни звучало. Ну, и из таких более дорогих гуманитарных последствий, я бы сказал, как ни странно, установление чуть большего взаимопонимания между народами Беларуси и Ближнего Востока. Потому что, хотя в момент миграционного кризиса доминировала, понятно, взаимная какая-то неприязнь, конфликты, проблемы, но со временем мы все больше погружаемся в то, что вообще-то у Лукашенко есть проблемы одинаковые во многом с территализмом, с коррупцией, с тем, что люди вынуждены бежать от своих режимов, с тем, какими трудностями они сталкиваются, пытаясь от такого режима бежать. Можно вспомнить прекрасные репортажи Блсата из Ирака, которых бы, конечно, в другой ситуации не случилось, и мы бы так подробно не узнали о том, как живут эти люди и что их толкает на такой тяжелый путь в Европу за лучшей жизнью. Поэтому все время пытаясь найти нотки оптимизма, я бы сказал, что даже через вот такие трудные и кризисные явления есть шанс для чуть большего взаимопонимания между народами, даже если начинается все совсем непросто. Поляки и литовцы поняли, насколько есть риск от факторов внезапности, поэтому просто нивелируют такой фактор на будущее. Понятно, что строительство стены, то, что наиболее заметно, очевидно, есть и различные тренировки для пограничных служб и отрабатывание действий на случай, если что-то такое повторится, поэтому просто поляки и литовцы будут готовы. Я думаю, там в Латвии и, может, даже в Эстонии тоже понимают, что риски такого вострения есть и пытаются защититься от того, что вдруг что-то через Борусскую границу будет к ним прорваться. Поэтому в конечном счете это все такая вот отработка примитивных мер на будущее. В сторону Украины микросоюзный кризис маловероятен по той простой причине, что мигранты из Ближнего Востока не стремятся в Украину, а стремятся в Евросоюз. И ехать в Германию через Беларусь, через Украину, это очень кружной маршрут, проще попасть в сторону Украины. Поэтому, я думаю, скорее на украинской границе Лукашенко держит соседей в напряжении с помощью русских войск, которые отплевают на учения. Это пострашнее иммигрантов. Вы смотрели проект «Маланка.Медиа.Народ спросит». Задавайте вопросы в комментариях к данному видео и присылайте в наш телеграм-бот. На каждый интересующий вас вопрос мы найдем ответ. До встречи!